Ну и конечно первый и очень важный шаг, друзья, я просто не устаю это повторять, это конвертация и первичная подготовка фотоизображения. Посмотрите, пожалуйста, разницу между сырым исходным фотоизображением и между фотоизображением, которое прошло конвертацию и первичную подготовку. И что я имею в виду подготовка фотоизображения? Это работа с геометрией, важно композиция кадра, правка композиции кадра, да, также работа с фильтром пластика. На данную тему на сайте есть целая серия бесплатных видео уроков, которая планируется мною пополняться. Поэтому здесь в этом видео уроке тему подготовки фотоизображения мы затрагивать не будем. Проходите, пожалуйста, друзья, на сайт в данную тему, ознакомьтесь с ней. Следующим этапом я хочу вам продемонстрировать ретушь, возможности действий для ретуши из весенне-летней панели. В данной панели для ретуши предлагается 4 экшена. И первый экшен, который я вам продемонстрирую, это ретушь методом частотное разложение. Это единственный экшен, перед применением которого нам не нужно делать отдельно техническую ретушь кожи модели. При применении трех других действий для ретуши кожи, предварительно, друзья, вам нужно будет провести эту самую техническую ретушь кожи модели. Я запускаю выше озвученную операцию. И в ходе ее работы появляются вот такие информационные окошки, которые предупреждают вас, что в следующем окне вам нужно проставить оптимальный радиус размытия для вашего фото. В частотном разложении принцип подбора радиуса таков. Все детали, которые при размытии вы перестаете видеть, попадают на слой с высокими частотами. То есть всю текстуру, что вы желаете сохранить, в данном окошке размытия по гауссу мы размываем. Но, друзья, при работе с данным экшеном в данной панели, да, я советую вам больно не забивать этим голову, так как изначально проставленный радиус 7, это в принципе довольно оптимальное значение как для ростового портрета, так и для поясного. Если вы работаете с более крупным портретом и желаете сделать более детализированную ретушь, радиус подбираем так, что все, что вы хотите сохранить, то есть текстуру кожи, то мы и размываем. Эти размытые детали автоматически у нас попадут на слой с высокими частотами, то есть сохранятся. Ну а для художественной ретуши, для работы с поясными ростовыми портретами, вполне подойдет, еще раз повторюсь, радиусу значения 7. А так как на данном фотоизображении текстура кожи не слишком ярко выражена, в принципе не очень важно, какой уж радиус вы тут проставите, 7 или чуть больше. Я ради эксперимента поставила чуть больше. То же самое значение радиуса ставим в следующем окошке фильтра Краевой контраст. И вот что я говорила про техническую ретушу, ее мы сначала и будем выполнять, будем выполнять именно на этом сером слое, который прикреплен обтравочной маской к слою с высокими частотами. Практически все инструменты, предназначенные для технической ретуши, это точечная восстанавливающая кисть, заплатка штамп, все работают на этом слое, работаем любым удобным вам инструментом. После проведения технической ретуши переходим на пустой слой под названием «Микс кисть». Здесь работаем одноименным инструментом, обращаем внимание на настройки кисти. Обратите внимание на экран, на эти самые настройки. Также данные настройки упомянуты в подсказке у вас в панели. Если нажать на знак вопроса, вот красный сбоку от названия экшена стоит, появляется табличка с рекомендациями, как работать с данным действием. Ну и, конечно, «Микс кистью» работаем очень аккуратно и осторожно, чтобы не повредить существующий светотеневой рисунок, дабы не нарушить объем и не исказить анатомию модели. По большому счету данным инструментом мы разглаживаем контрастные, ярко выраженные светотеневые переходы. Еще раз, друзья, вновь заостряю на этом внимание, разглаживаем очень аккуратно, чтобы их ни в коем случае совершенно не уничтожить, чтобы объем на нашем фотоизображении сохранился. Здесь можно создавать сколько угодно пустых слоев. Например, я сделала еще один пустой слой для работы с волосами. Также инструментом «Микс кисть» я разглаживаю и приглаживаю волосы модели. Также можно создать еще один слой для работы с тканью, если вдруг на одежде модели имеются какие-либо замятости. Но, друзья, если ткань фактурная и текстурная, работать «Микс кистью» на ней не вариант. По завершению работы данным инструментом включаем два серых верхних слоя, смотрим на результат нашей ретуши. И если чересчур мы где-то что-то разгладили, либо включаем на эти слои, где работали с кожей, с волосами, маску и прорабатываем черной кисточкой, слегка нивелируем разглаживание, либо снижаем непрозрачность его слоя, например, как я в данном случае. Данный экшен очень удобен и тем, что здесь же мы можем сделать очень качественную техническую ретушь и также основная ретушь, как вы можете обратить внимание, в итоге получается очень качественной и красивой. И прежде чем приступить к демонстрации трех остальных экшенов для ретуши, я создаю дубликат. И, как я уже говорила вам, предварительно провожу техническую ретушь кожи модели. По завершении технической ретуши запускаем следующий экшен под названием «Ретушь натуральная». В итоге работы данного действия появляется группа, закрытая черной маской. И что нам здесь нужно всего лишь сделать, это рисуя по маске белой кисточкой и регулируя непрозрачность, друзья, не забываем об этом. Белый цвет для нее выбираем, да? Проходимся по коже, проявляем эффект ретуши, который мы с вами создали с помощью этой операции. Зачем нам регулировать непрозрачность кисти? Дело в том, друзья, что на коже людей, да, есть места, где текстура более явно выражена, а где менее. На тех участках, где менее выражены текстуры кожи, можно делать и побольше непрозрачность кисти, да? Если мы хотим все-таки видеть текстуру на тех местах, где она более ярко выражена, непрозрачность кисти уменьшаем. Не забываем проходиться по коже рук, шеи, плеча модели, ну, все, что у нас открыто, да, и по волосам. Чтобы ретушь была более детализирована, более натуральная, разверните группу, повысите непрозрачность этого слоя, а также можете сделать несколько дубликатов этого серого слоя, и текстуризация, и детализация, в частности, на коже модели, да, повысится. Ну, а если текстура кожи еле заметна, да, мы можем ее усилить, то есть добавить заново, используя экшен, одноименный, да, под названием текстура кожи. Также по завершении работы этого экшена работаем по маске белой кисточкой, и не забываем регулировать ее непрозрачность. На тех участках кожи, где текстура, в принципе, едва заметна, это под щеками, вот где челюсти, да, на лбу, по бокам она не очень заметна, и по бокам на подбородке, и на шее также, друзья, поэтому в этих участках ее не проявляем, ну, или проявляем совершенно по минимуму. Вот такой, согласитесь, друзья, довольно неплохой эффект ретуши получился, да, вот этих действий. И давайте далее перейдем к третьему нашему действию. Ретушь, гладкая кожа. Я также создаю дубликат этого изображения. Группы от предыдущих наших действий я удаляю и запускаю выше озвученный экшен. И также в ходе работы этого экшена появляется у нас группа, закрытая черной маской. Идем все тем же путем, выбираем кисточку, мягкую, круглую, цвет белый для нее выбираем, и рисуем по маске, проходимся по коже, проявляем ретушь. С помощью этого действия мы можем сделать как сильно, утрированно гладкую кожу, что хорошо для стилизованной обработки. А также можем сделать довольно качественную, практически натуральную ретушь. Для этого регулируем непрозрачность кисти. Значение ставим совершенно небольшое, процентов 10-30. Также обращаем внимание, на каких участках кожи мы рисуем, где ярко выражена текстура, соответственно, уменьшаем процент непрозрачности кисти, где менее ярко выражена текстура, процент непрозрачности кисти можно и увеличить. И когда вы завершите проявлять эффект ретуши по маске, также можно развернуть группу, и вы увидите, что к серому слою, где у нас находится детализация, включен смарт-фильтр. Мы можем его открыть, автоматически открывается этот смарт-фильтр, краевой контраст, где мы можем отрегулировать значение радиуса, довольно прилично повысить детализацию и объем. Что при ретуши фотоизображений всегда очень хорошо, а здесь, к тому же, друзья, еще и удобно и очень быстро. Для демонстрации следующего действия для ретуши под названием «Ретушь ультра» я не буду делать дубликат изображения, просто выключу видимость вверх лежащих слоев и применю экшен. Этот экшен подойдет для ростовых портретов, но и, в принципе, для таких поясных подойдет также, если вы хотите сделать сильно утрированную, практически мультяшную картинку. Так как здесь довольно сильно сглаживается все, и текстура, и фактура. Только, друзья, пожалуйста, не заходим на детали лица, глаза, нос, губы, да, они должны у нас все-таки оставаться не размазанными, не размытыми. Ну и, в принципе, если вы хотите, если ваша модель желает видеть очень сглаженную кожу, этот экшен идеально подойдет. Также этим действием можно воспользоваться для элементов и деталей картинки, чтобы сгладить их текстуру, их фактуру, чтобы сделать их также более мультяшными, более рисованными. Ну и действие под названием «Микс кисть» я включила в эту панель для того, чтобы вы могли что-то разгладить, да, к примеру, что можно разгладить. Разгладить можно волосы, пригладить их, да, сделать прическу более аккуратной. Во-вторых, можно на тех участках кожи модели, да, где, например, не ярко выражена текстура, сгладить какие-то дефекты, какие-то недостатки. В-третьих, можно разгладить складки одежды, если есть какие-то замятости. И также можно работать с деталями и элементами на изображении, сгладить их фактуру, текстуру и сделать их более рисованными. Но, друзья, один момент, работаем этим инструментом очень аккуратно, учитываем, что эта кисть разглаживает и текстуру, и фактуру. Обращаем внимание, на каких участках мы рисуем, присутствует ли на участках кожи, к примеру, ярко выраженная текстура или на тканях фактура. Стараемся их не нарушить. И, к примеру, в совокупии это может выглядеть так. Применяем экшн для ретуши ультра-сглаживания, затем что-то сглаживаем, что-то дорабатываем микс кистью и в финале добавляем текстуру. Для определенных фотоизображений это работает очень хорошо, занимает минимум времени, но при условии, друзья, если мы инструментами работаем корректно и аккуратно, конечно. Для дальнейшей демонстрации действий из весенне-летней панели я оставила ретушь методом частотное разложение и продолжим, друзья, с вами работать далее. Изображение у нас средненькое, не объемное, объем очень бы хотелось усилить. Это можно легко и просто сделать, используя операцию под названием «Свет-тень усилить». В итоге работы этого экшн у нас появляются два слоя. Верхний слой под названием «Тени», нижний можно перевести как «Блик-блеск-сияние». То есть на нижнем слое мы усиливаем светлые участки на фотоизображении, на верхнем – теневые. И по маскам этих слоев мы довольно смело можем рисовать кисточкой, так как на самих этих слоях, на нижнем, где у нас светлые участки, именно светлые участки вашего фото вынесены и усилены уже, да, только по маске вам следует их проявить. И на слое с тенями именно теневые участки вашего фото на этот слой вынесены, и по маске вам также следует их только проявить. Но все-таки, чтобы наша работа была более тонкой и аккуратной, и красивой, да, мы можем запустить операцию под названием «Додж-Бёрн-помощник», с помощью которой изображение у нас становится черно-белым. И вы наглядно сейчас видите, да, теневые и светлые участки проявлены более явно, что, согласитесь, очень поможет, более точно их усилить. Мне сподручнее работать уже без «Додж-Бёрн-помощника», без этих слоев, да, так я и буду выполнять прорисовку. Вы же работайте, друзья, конечно, как удобнее вам. И еще раз уточню, прямо обращу ваше внимание, что на этих слоях, рисуя по маскам, вы можете так тонко не прорисовывать, так детально не прорабатывать. Вы можете рисовать довольно размашисто, и у вас также получится красивый, хороший, качественный объем. Так же здесь можно регулировать непрозрачность кисти, например, когда мы усиливаем блики, процент непрозрачности кисти можно увеличить. Блики на губах прорисовываем, да, добавляем блики в глаза моделям, чтобы они были более выразительными. И давайте посмотрим на итог такой прорисовки. Видим, да, эффект. Объем, безусловно, появился, изображение, но согласитесь же, стало объемнее и лучше. А в следующем шаге обработки можно обратиться к действиям из раздела цвет кожи. Если вы не совсем уверены в выборе правильного действия, то обратите внимание, в самом верху этого раздела идут подряд три действия под названием кожа тон 1, 2, 3, которые конкретно отвечают за коррекцию красивого скинтона на фотоизображениях. Примените их все сразу, что именно я и сделала в данной обработке для этого фото. А далее действуем следующим образом. Встаем на любую маску из этих трех групп по коррекции скинтона и белой кисточкой на 100% непрозрачности, то есть совершенно непрозрачной кистью, в полном объеме проявляем эффект на коже модели. И если оттенок, который проявляется, не очень-то подходит к вашей модели, мы все равно проявляем по маске, не обращая на это никакого внимания. Далее, зажав клавишу Alt, появляется лапка, мы переносим маску на следующую группу. И также переносим маску еще на одну группу. Видимость этих групп мы отключаем, выключаем и смотрим, какая же из коррекций подходит для нашего фотоизображения, для кожи нашей модели на фото, более всего. То есть оставляем и дорабатываем маску, уже конкретно регулируя непрозрачность, где-то нивелируя данный оттенок, а где-то проявляя его с большей интенсивностью. И на мой взгляд, для кожи модели на обрабатываемой карточке подошла коррекция из группы Skin Tone номер 3. Я более тщательно, более аккуратно прорабатываю, открываю этот оттенок на нужных участках кожи. И также прохожусь по волосам, добавляя цвет и на волосы модели. Слои помощники я положила в группу, а если вы завершили уже прорисовку объема, и не собираетесь работать методом Dodge & Burn, их вообще можно удалить. Ну а если они понадобятся, можно просто повторить этот экшен. Но вернемся к Skin Tone. Skin Tone, в общем-то, меня устраивает, довольно приятный, но какой-то он больно ровный, не хватает оттенков и нюансов, да, в Skin Tone. Давайте их добавим и сначала добавим сияние кожи, используя одноименный экшен кожа сияния. Рисуем вновь белой кисточкой, мягкой, круглой, стандартной. Непрозрачность очень небольшая, друзья. Проходимся по коже. На светлых участках интенсивность эффекта можно слегка усилить, то есть непрозрачность кисти можно слегка поднять, добавляем к коже сияние и слегка усиливаем еще объем этим действием. Ну вот, теперь замечательно, только левая рука модели слегка выбивается по оттенку. Но мы помним, когда применяли все три действия по коррекции Skin Tone, одно из них было более насыщено по оттенку. К примеру, возьмем Skin Tone под номером 1. Запустили действие, да, и по маске проявляем оттенок именно на этом участке. И посмотрите, друзья, очень замечательно получилось. Тон кожи на всех участках довольно одинаковый, ровный. Но все равно кажется оттенок через чем насыщенным. Я разворачиваю группу и видимость двух корректирующих слоев, которые и отвечают за этот насыщенный оттенок, выключаю. Также, друзья, не боимся открывать группы и редактировать корректирующие слои, а по большому счету все группы состоят из корректирующих слоев. И также регулируем непрозрачность, пробуем снизить интенсивность оттенка. И Skin Tone на данном фото получился вполне приятный, да, красивый. Осталось добавить цвета губан и щечка модели. Запускаем действие под названием «Губы цвет». С помощью этого действия и цвет губан добавим, и добавим цвета румянец на щеке модели. А теперь давайте, друзья, я попереключаю видимость этих двух групп и посмотрите, пожалуйста, как с последними действиями буквально преобразилось фотоизображение. Ну а времени на это было потрачено, как вы могли, да, только что убедиться, совершенно немного. Далее перейдем в раздел «Виньетка» и здесь можно добавить виньетку. С помощью виньетки мы можем выделить композиционный центр, то есть модель, или можем, как в данном случае, если применить самый первый экшен в разделе, виньетка весна белая, подчеркнуть нежность и воздушность весенних снимков этой белоснежной невесомой виньеткой. А теперь давайте посмотрим, как будет выглядеть на этом нежном весеннем снимке стандартная затемняющая виньетка, которая действительно необычайно выделит модель на передний план и добавит объемы всему фотоизображению. Здесь я применила экшен под названием «Виньетка весна умножения». Обратите, пожалуйста, внимание, друзья, при работе данного действия автоматически открывается палитра, где мы можем подобрать цвет виньетки именно к нашему обрабатываемому фото. Для данной работы я выбрала темный золотистый оттенок и стандартная овальная виньетка меня не устраивает. Я всю маску заливаю белым цветом, то есть полностью закрываю картинку выбранным темным цветом, выбираю инструмент «Кесть», цвет переднего плана черный. для данного инструмента включаю. 100% непрозрачности включаю для кисти и на таком большом проценте непрозрачности кисти прохожусь по модели. Убираю с модели затемнение полностью. Затем понижаю процент непрозрачности практически до минимума, до 10%. Обратите, пожалуйста, внимание. И уже более аккуратно, более точечно прохожусь по фону. Где-то удаляю затемнение более интенсивно, где-то менее. И именно такая виньетка и выделит объект, нашу модель, да, замечательно. И также придаст объем всей карточке, а в частности фону. Перейдем в раздел «Коррекции» и будем добавлять на нашу фотокартину контраст, детализацию и объем. Первое действие, которое я хочу здесь применить, называется «Контраст мягкий». И взгляните, пожалуйста, на результат от применения данной операции и согласитесь, что название вполне оправдывает себя. На фотоизображении появился и контраст, но он действительно довольно мягкий, совершенно нет провала в черноту, в тенях, что, собственно, бывает при поднятии контраста на фотоизображение. И для усиления объема используем операцию под названием «Объем супервесна». Проходимся кисточкой по черной маске. Для кисточки включаем белый цвет. Регулируем непрозрачность, друзья, на 100%. Работаем за редким исключением. Проходимся не только по модели, а также на всех объектах и элементах среднего плана. И давайте посмотрим, как изменилось наше фотоизображение на данном этапе после применения совершенно небольшого количества действий из весенне-летней панели. И согласитесь, друзья, разница есть и разница довольно ощутимая. И вполне можно было бы остановиться и завершить уже обработку. Но, друзья, я хочу вам продемонстрировать, как на подобных карточках работает операция под названием «Чистый цвет» из этого же раздела «Коррекция». И как это действие сделает весну действительно нежной и белоснежной. И посмотрите, пожалуйста, как работает этот экшен. На мой взгляд, он просто идеален для подобных весенних карточек. Для каких подобных? Для фотоснимков, где много белого. Так как вы видите, да, белый цвет он делает действительно белым. И более того, скин-тон модели он сохраняет. Скин-тон слегка краснит, но здесь мы уже можем, друзья, либо проработать по маске, либо просто понизить непрозрачность группы с этим эффектом. А можно провести и такую, и такую коррекцию, что я и сделаю в данном случае. Понижаю непрозрачность эффекта и черной кисточкой рисую по маске. Данный эффект вытираю с модели. В основном с волос и с кожи. Вот такой благородный, можно сказать, оттенок приобрела зелень на дальнем плане. Но если вам нравится, друзья, более солнечная весна, конечно, данную операцию вы можете не применять. Здесь я просто продемонстрировала вам возможности данного экшена. В завершение можно перейти в раздел тонировки эффекта. И чтобы еще больше подчеркнуть воздушность весенней карточки, можно применить экшен под названием «Частицы летающие». Здесь можно выбрать белые, сиреневые, розовые или золотые. Но так как у нас весна, выбираем белые. И по завершении работы экшена рисуем по черной маске, белой же кисточкой, с небольшой непрозрачностью проявляем эти летящие частицы на нужных нам участках с нужной же интенсивностью. На этом все, обработку можно завершить. Давайте посмотрим на результат и далее вам продемонстрирую, какие еще можно было применить операции, чтобы также улучшить, украсить художественно наше фотоизображение. Я отключаю видимость слоев до виньетки и после применения виньетки вместо операции «Контраст мягкий» применила экшен под названием «Мягкий, насыщенный весна». По завершении работы этого экшена появляются три слоя. В итоге для данного изображения я оставила слой «Мягкий, насыщенный», лишь понизила на нем непрозрачность и оставила слой «Мягкий, насыщенный, светлый» и проработала по маске. Проявила эффект от этого действия только лишь на светлых участках, что позволило усилить объем на фото. Далее включаю видимость тех действий, которые мы и проделывали уже. И, друзья, для усиления эффекта ощущения весеннего настроения из материалов, которые прилагаются к этому весенне-летнему набору, в фотокартину я добавила летящие лепестки, что, на мой взгляд, усиливает, конечно, весеннее настроение и одновременно добавляет в картину динамику. Ну а далее немножко ручной переработки. С помощью корректирующего слоя «Выборочная коррекция цвета» удалила из кинтона модели желтые оттенки, так как модель рыженькая, в принципе, рыженьким людям присуща некая белокожесть и немного пурпурный красноватый оттенок кожи в некоторых участках. Также корректирующим слоем осветлила именно модель, да, и следующим, самый верхний корректирующий слой «Кривые» добавила цвет в радужку глаз модели. Вот такой еще один вариант художественной обработки. Также, друзья, если у вас не особо есть время выполнять какие-то прорисовки по объему, да, усилению светотеневых рисунков, сразу же после применения экшенов по ретуши вы можете перейти в раздел «Коррекция» и применить базовые действия. К примеру, действие базы «Проявить цвет» и следом база «Коррекция» под номером 1. Посмотрите, изображение также становится насыщенным, объемным и контрастным. Если это для вашего изображения, чересчур отрегулируйте непрозрачность данных групп, получившихся в ходе работы экшенов, и если эффект все еще кажется вам чересчур, да, просто выключите видимость одной из групп, либо удалите ее. И вы видите, да, как итог получается насыщенное, яркое, контрастное и довольно объемное изображение. Если вы располагаете еще небольшим количеством временем, примените виньетку и усильте объем. И использование такого совершенно небольшого количества экшенов займет у вас совсем немного времени, но в итоге вы получите очень качественную, красивую, привлекающую внимание художественную фотокартину. Друзья, не нужно бояться этих кнопок. Вы ими ничего не испортите на своем фотоизображении, да, нажимайте, пробуйте, экспериментируйте, пробуйте дорабатывать по маскам, открывайте группы, пробуйте дорабатывать корректирующие слои, рисуя по маскам или регулируя их непрозрачность. В ближайшем времени мы планируем проводить открытые вебинары, где я в реальном времени на фотоизображениях, которые мне пришлют покупатели наших панелей, да, я буду показывать, как работать с нашими панелями, как работать с действиями из наших расширений, чтобы вы ничего не боялись, чтобы вы чувствовали себя с ними более уверенными, чтобы ваша ретушь была красивой, качественной и при этом занимала по минимуму времени. А на этом, друзья, позвольте завершить данный видео урок и позвольте поблагодарить вас от всей души за ваше внимание. Буду очень вам признательна, если вы расскажете о нашей студии дизайна, вашим коллегам, друзьям и знакомым, кто занимается фотографией, кто занимается ретушью. Еще раз благодарю вас и всего вам самого доброго!